В общественную организацию «Актуальная правда» с жалобами обратились жители дома на Тургеневской, 16. В подвале поселились неизвестные люди, которые поломали внутренние несущие стены, без проекта переделали водопровод, канализацию и отопление. Это горе, но надо найти выход в жилом доме, это не должно быть. Схамените люди, что вы делаете? Вы гробите людей, которые живут тут. Думайте. Мы очень, не то, что мы требуем, категорично выступаем. Зъехать к этой организации святцы, находить себе інше помещение. Мы будем собирать подписи, приедуйтесь до нас, подходьте и давайте свой подпис, свою згоду. Затем эти люди завезли подвал, кресты и гробы и незаконно торгуют ритуальной продукцией. А, я понял. Не, ну это ж, наверное, дороже, да? Да, дороже. А шо, ну вот, чуть подешевле, чтоб можно. Ну а эти тогда в какую цену? Скажи лакированные. Знакомьтесь, Тушишвили Гела Вахтангович. Согласно реестра недвижимости, он отхватил в подвале жилого дома 25 квадратных метров, которые рейдернул с помощью раздела помещения, которое было больше по размеру. Тушишвили взял себе партнеры Леводнюка Тараса Владимировича, который завез гробы, и они начали свою кладбищенскую ваханалию, круглосуточно занимаясь обрядом похорон в жилом доме. У нас есть вопросы к вам по поводу того, что... Нету времени со мной общаться. Так, мы хотели бы получить комментарий от вас. Чудесно. Так, видеокомментарий. По поводу, что не занят. Гела Тушишвили уже много лет нелегально пребывает в Украине. В редакцию АП попало обращение народного депутата Нечаева, который требует от уполномоченного по правам человека добиться для Тушишвили легализацию в Украине. Тушишвили живет в Украине с 1994 года. Не имея паспорта какого-либо государства. Суды всех инстанций отказали ему в разрешении пребывания в нашей стране. Однако это не помешало ему отжать помещение на Тургеневской, 16. Я понял. Георгий, так вы продаете все-таки, да, в жилом доме, вот, акробы, и это для вас нормально? Понимаете, что хочу вам сказать? Там одно время у меня был другой бизнес. Когда этот вирус, как говорится, этот бизнес, то, что связано с ресторанами, с барами, с кафешками, то есть получается, что этот бизнес умер, и надо как-то людям выжить. Это первый момент. А с другой стороны, ну, это тоже, как сказать, жизнь наша. Вот, и здесь я не вижу, скажем так, ничего зазорного. Согласно договору об аренде от 2003 года, подвал на Тургеневской, 16, размером 100 квадратных метров, был сдан фондом государственного имущества архитектурной мастерской «Агора». Примечательно, что «Агора» и раньше владела парижкура Виктория Викторовна. Она же раньше была бенефицаром компании «Червоныть», которая сейчас записана на гелу Тушишвили. Актуальная правда, по просьбе местных жителей, на Тургеневской, 16, окопалась компания, которая предоставляет похоронные услуги. Но все бы ничего, если бы они не завезли сюда гробы. То есть, представьте себе картину, сейчас в подвале жилого дома находятся гробы, которыми торгуют эти люди. В конце концов, это мы все, кто живем в Киеве, делегировали полномочия мэру Кличку, чтобы он следил за порядком в городе. И что происходит? В жилых домах в самом центре Киева у нас стоят гробы в подвалах, которыми торгуют. Поэтому мы требуем прекратить это. Мы сейчас вызываем следствие императивную группу. Эти жулики не выходят к нам, не комментируют ничего. Закрыты они сейчас, естественно, потому что знают, какое злостное нарушение делают. Поэтому наша задача сейчас привлечь максимальное внимание. То есть, мы имеем дело с мошеннической схемой, когда помещения, которые принадлежали государству, неизвестно каким образом оказались в частных руках. При этом оформлены на подставных лиц, нелегально пребывающих в Украине. Команда «Актуальная правда» обращается к прокурору Киева Олегу Киперу с требованием вернуть государству подвал на Тургеневской, 16 и привлечь к уголовной ответственности Гелу Тушишвили. КОНЕЦ